Друзья, всем привет! С вами за столом сегодня Алина, Никита, Денис, Филипп, а играем мы в настольную игру Medium, покинутый особняк от студии Jetbox, новиночка Party Game на ассоциации. Предыстория. Старинный мрачный дом стоял в лесной глуши уже столько лет, что даже жители близлежайшей деревни уже позабыли, кто его построил, кто там жил, и почему столь богатое поместье сейчас всеми брошено. И забыто. Ходили предания, что в тенистых уголках покинутого особняка скрывалась тайна столь древняя, что даже само время забыло о ее существовании. Кто-то утверждал, что здесь произошло убийство. Иные, что юного наследника настиг трагичный случай, и он сорвался с крыши. Третье, что молодая хозяйка не дождалась мужа из экспедиции и сама скоропостижно скончалась. Скоропостижно. Так или иначе, древнее злобное существо с тех пор бродило по пыльным коридорам, источая страх и отчаяние, ощущаемое всеми, кто осмеливался заглядывать на территорию особняка. Никит, ну хватит источать уже. Вот это вот все. Так это вот. Надоело людям. А, Денис. Это я. Не источай вот это вот все. Я источитель. Бродишь там, источаешь. Ну, прости. Его тень накрывала каждую комнату, пронизывая сердца жильцов ужасом и безысходностью. Артур закончил читать отрывок из провинциальной газеты и окинул всех победным взглядом. Что скажете, друзья? Наконец-то настоящая дельца для нашей команды. Звучит так, как будто писатель-неудачник наслушался байк в каком-то трактире, отозвалась Люси. Я бы не стала возлагать надежды на слухи и сплетни. Может быть, но я получил официальный запрос от общины и уже договорился с ней. При этих словах Артур многозначительно посмотрел на присутствующих. Энтони усмехнулся. Ха, раз так, зачем спрашивать нас? Очередные развалины, за которыми мы получим приличную сумму. Когда выезжаем? Ничего не понятно. Кто с кем спал? Кто с кем спал? Итак, смотрите. У нас есть особняк, в нем 10 комнат. Мы сразу играем по сложной стороне. Каждая комната, у них две стороны. Есть золотая и есть белая. То есть те комнаты, которые белые, они более однозначные и более проще. То есть, например, лаборатория, либо мастерская. Мастерская может быть какая угодно, а лаборатория, типа, кому-то более есть. И на них разложены какие-то предметы. Они тоже случайным образом, вот из этой колоды. Их тут несколько. Всего комнат 12, но мы играем 10. Поэтому тут типа... Дальше. Призрак получает вот такие карточки. Они соответствуют комнатам. Он их перемешивает. Перемешивает. А зачем? И кладет у себя вот здесь за ширмочку. Сейчас ты узнаешь зачем. Задача... Я буду играть за призрака. Никита у нас будет медиумом. Это он будет... Он у нас в трансе. Поэтому мы... Он тоже не может говорить. Никита в трансе. Да. Ты не можешь говорить. Я не умею говорить. Я призрак. А вы будете следователи. Которые будете... Будут благодаря подсказкам медиума. Вам нужно понять, в какой комнате я сейчас нахожусь. Какая комната сейчас является моим убежищем. И запечатать ее. Вот. Как это будет происходить? Вот здесь есть колода. Здесь есть различные подсказки. Свежесть, смесь, там, инструкция. Короче, их много-много разных. Это мы сейчас. Вот так вот чекрыжнем. Ну ты понял, да? Кого мы сейчас обсирать будем? И почему я не умею? Никита берет отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять карт. Так много? Вот столько неправильно. Я сейчас буду там таймить. Никому их не показываешь. Никому их не показываешь. Я отсюда беру пять карт. Беру отсюда пять карт. Смотрите, задача ваша. Отгадать пять карт комнат и запечатать их. Моя задача, чтобы вы пять карт не отгадали. Как происходит игра? Сейчас Никита откроет мою верхнюю карту вот отсюда, здесь комнаты. Это покажет то местоположение, где я сейчас нахожу. Ваша задача отгадать эту комнату. Моя задача сделать так, чтобы не отгадали. Как это происходит? Потом Никита из своей руки выбирает любое количество подсказок. Любое. Любое. Которое указывает либо на комнату, либо на предмет. Либо и на то, и на то. Либо на комнату, либо на предмет. Либо на то, и на то. То есть часть у тебя может быть на комнату, часть на предмет. Это как хочешь вообще твои проблемы. Я их там между собой кучками не раскладываю. Просто все. Нет, смотри. Ты просто сейчас вот ты выбрал. Вот допустим три карточки взял. Ты отдаешь их мне. Я их смотрю. Я из своих карт добавляю туда ровно одну, чтобы запутать. То есть моя задача запутать. Потом после этого я мешаю и просто выкладываю перед вами. Вы вдвоем потом начинаете обсуждать, про какую же комнату речь. А мы молчим. А мы молчим. Ничего, не эмоций, ничего. Да, просто холодный взгляд друг на друга. Томный. Нам выйти? Нет. Вы просто отвернись. Итак, короче. Мы если что осуждаем. После этого вы называете комнату, например. Мы считаем, что это парадная или еще что-нибудь. Оп, парадная. После этого я показываю вот эту карту, свою верхнюю, вот сюда. Если это оно, то замечательно. Вы его так вот переворачиваете и ставите. Эта комната запечатана. Это одно очко в вашу пользу. Если нет, то я беру вот эту штуку, вот эта сбрасывается, а я кладу вот сюда. Это комната потеряна, считается. Это очко мне. У-у-у. Лосс. И таким образом до пяти играем. И комнат станет все меньше, меньше и меньше. Вам будет все проще, проще отгадывать. А карты мы добираем потом? В конце раунда я добираю одну карту. У меня всегда пять. А ты всего две. То есть, если ты будешь много подсказывать, у тебя рано или поздно не закончится. Ты всего две добираешься. Я понял. Да. А у меня всегда одна. Я одну докладываю, одну добираю. Надо в ноль, Никита. Две кладем, ты берешь. Готовы? Давайте. Команда. Мы должны победить. Мы вычислим. Игоним его. И справимся. Аааа. Черти пентаграмму. Да, это призывать надо. Да ты призываешь. Да ты призываешь. Кто-то идет к нам. Под кроватью. Призрак, кто ты? Как твое имя? Меня зовут Антон. Ты сам посмотри на него? Я изучаю. Я тоже могу посмотреть. Ты запомнил? Давай я закрою, что ли? Нет, не видно. Все, давай. Подкинутый особняк. Да мы уже запомнили. Да, смотри. В закрытую кладешь меня. Угу, 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 угу. Тут надо все изучать, чтобы еще на другие комнаты не показать. Я Шатун и говорю. Надо сейчас все изучить. Пока мы молча это делаем, вы можете прям почитать. На чердаке лежит амела, а амела это такое растение. Релою из амелы. У нас в парадной у нас часы, но все логично. Это ловкость. Фолиан кто-то читал. Окей. Часовня, ружье, но батюшка же должен отстреливаться от чертей. Правильно? Все логично. Классная комната для доспехи, но историю изучали. Более канделябры, ну просто кто-то ходил. Ходил со свечкой, да, вечером оставил. В тайной комнате игрушки. Ооо. Что, какие? Какие? Игрушки. Да-да-да, это тайна. Фортепиано сломалось, в мастерской там настраивали его. В саду патефон, кто музык услышал. А, бляма. В бассейне тыквы, но хранили. Веселуха была в бассейне. Знаешь, как яблоки из воды башку сают? Яблоки достать ртом, а тут тыквы достать из бассейна. Чем такое? Да чем же самым. Большой дробь должен быть. Ну, не маленький. Тут тыкву достать из бассейна. Можно захлестить. Каким ведениям медиума можно доверять, а какие личного ждения хозяина особняка? Сырость, лестница, свежесть. Ё-моё. Может быть бассейн, чердак, лестница на чердак. И там может быть сыро спокойно. И свежо может быть. И свежо может быть. А что тогда обманка? А, ну подожди, может быть он положил сырость и свежесть? Но он же не дурак, он же видит эти карты. Он поймёт, что... То есть, либо это, либо это от призрака. Нас уводят, нас уводят. Ну, лестница на чердак? Лестница на чердак, лестница в бассейн, лестница в... Скорее всего, чердак, тогда я склоняюсь к чердаку. Не, лестница в бассейн вряд ли. В тайную комнату. В тайную комнату не лестница ведёт. Сырость. Ну, лестница и чердак, и сырость. На аллее может быть сыро и свежо. В бассейне может быть сыро. Но лестница, а лестница, если от призрака, то он уводит нас на чердак. Сейчас, секундочку, можно встать? А нам с тобой тоже надо слушать, как они рассуждают, чтобы потом правильно уводить либо правильно приводить не ну смотри сырость и свежесть там мокро и можно освежиться в бассейне а лестница тогда лишнее мне кажется лестнице он увел в сторону призрак лестница ко многому подходит лестница да на самом деле сырость свежесть но это только бассейн на мой взгляд в саду может быть сырость и на аллее может быть давай бассейн бассейн и лестница в бассейн точно да и молодец так что ты хлопаешь ты вообще мертвый спишь он медиум он мертвый он медиум ты медиум но ты в трансе я не мертвый так он и хлопает вот так я слышу что вы угадали ну давай дальше ищу давай дальше откроем мне кажется мало так подсказки три всего получается одна из них лишняя закрывай а что было лестница от него интересно мы не можем говорить лестница видишь как хорошо зашло то что все совпало сырость и свежесть лестница все в бассейне совпало ты не запомнил что ли третий раз уже смотрят второй пока подожди ладно второй сейчас ты будешь не на трендет он забудет третий пойдет смотреть крик в космосе звездолета советские у них в разработке еще три целых из этой серии в разных секрет и совет интересно а ты сколько можешь одну не больше не меньше сколько просто пальцем в небо с каким кайфом ой у тебя всегда пальцем в небо хорош не надо так всегда пальцем в небо мы уже проходили так я поэтому и сижу прикалываюсь не отлично собрались задумался чтоб не увести бывает сыра на чердаке конечно он же не отапливается туда сырость скажешь и яман мы сейчас тут копнем давай что-то накидал но чаще конечно в подвалах сырость в саду инвалид серьезно ладно простите бэйби я надеюсь ты собрался зрители кстати могут свои догадки тоже писать вместе с нами в комментариях пишите вот прям тот момент который смотрите пишите свои версии потом сравним с нашими и с правильными они потом подредактируют не будет видно что изменено не ну по-честному играем потому что у нас как бы игра просто на интерес четырить это обманывать горшок лист знания гарри поттер подожди 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 знания и лист это на библиотеку а если лист и горшок это сад и вот что подкинуто призраком горшок и горшок либо знания подкинут либо сад либо подожди что-то такое классно и классно и т.к.л. сад это просто классная комната для вообще понимая класс это просто класс для уроков да там где учатся классная комната класс Да, не в плане того, что она кайфовая. А если там ботаники учатся? Там могут учиться кто угодно. Да. Все, я замолкаю. Студент. Не, ну слушай, это скорее всего сад. Мне тоже кажется, что сад, но это как будто бы прям очень очевидно. А книги есть вообще какие-нибудь тут? Нету. Горшок лист. Он еще сказал так, серьезно? Ну, типа, знаешь, грубо, Никита, горшок лист, а ему трудно противопоставить что-то этому, например. Угу. Ну, если у него есть знания, он увидел лист, и он такой, о, на книгу уведем. На книгу, да. Я за сад, короче. Ну, мне как бы, ну, самое очевидное. Я не буду, типа, я не буду докапываться до глубины, что-то, типа, фолиант. Что это ботаника, что это классно, ну, типа, фолиант. Сад? После того, как вскрылось, мы же можем что-нибудь комментировать или нет? Ну, мы пока обсуждаем. Амела, а если это на амела? Лист в горшке на амелу. Ну, хотя амела – это паразитирующее растение, оно на дерево растет. Ну, а он знает об этом медиум. Это ты у нас знаешь. Ну, это будет, конечно, обидно. Да нет, давай саду. Да нет, это все слишком глубоко. Походу мы только молчать не можем. Сейчас только? Только сейчас молчать. А потом комментировать. А, да? Да. Ну, это же интересно. Ну, там не написано, что нельзя. Только вот в эту фазу. Слушай, ну, это самый очевидный вариант. Если прям докапываться, то я буду… Подожди, какие тут еще амела он вряд ли, часы нет каких-то… Фолиант, знания содержит. Фолиант, знания, лист. Это если ты прав, что… Лист? Лист и знания он горшок ему подбросил, чтобы увезти на сад. Ну, да. Типа знаешь, что… Ну, то есть, тут либо это, либо это. Видишь, тут просто… Зависит от того, что он кинул. Мне… Ну, я понимаю, что это мой эндгейм, но я не могу не зацепиться за его реакцию. Типа, ты серьезно? Ну, то есть, там была, знаешь, какая-то супер очевидная подсказка. У него, значит, был горшок. Нечем было его увезти. И он такой, типа, окей. И он увел на сад, типа. Ну, не знаю. Ну, это прям очень совсем полярные между собой. То есть, лист знания, горшок лист. Ну, я надеюсь… Я думаю, что сад. Да, я надеюсь, что Никите выпал горшок лист, и он тут пытался… Пытался увезти на книгу какую-то. Давай сад. Сад. Хрен сад. Ну, это слишком примитивно. Да. Столовая все-таки. Я же говорю. Обманули. Фолиант. Обманул. Фолиант. Ну, в том-то вся и фишка. Он мне кидает знания и горшок, и моя реакция была, что это не очевидно вообще. Да. Какой горшок и столовая. Ну, типа… Я поэтому такой, типа, серьезно… Ну, а что еще? Такой, типа, готовить. Я объясню свою… Как они должны были это угадать? Я такой думаю, ладно, горшок, в нем растения будем вводить там на мелу, на сад. Докинули. Я же говорю, это прям очень очевидно. Это очень предсказуемо было. Вы не забывайте, карты, что у меня… А ты не добираешь вообще? Я добираю, но они же могут не подойти, понимаешь? У меня еще меньше карты, понимаешь? Я понимаю, но они могут не подойти, поэтому… Ты добрал? Слушай, ну справедливости ради, даже если бы мы подумали вот так вот, проигнорировали бы горшок, но мы же были близки к полянам. Листы знаний, да. Ну, мы же увидели версию, куда он вводил, и на нее повелись. Ну, поехали. Один-один… Ну, я пытаюсь и то показать, и то показать, если у меня есть возможность, чтобы как-то ближе вас подтолкнуть, ребятки. Это было предсказуемо. Мы стараемся. Ну, вот это уже зря ты подсказываешь. Одно, это ж не подсказка. Ну, типа, я пытаюсь и то, и то… Ну, пытаюсь, это не значит, что я это делаю. Ну, да. Что он будет пытаться оба слова подтолкнуть? У меня же карточки ограничены, тяжело. Тут видишь тоже, мы смотрим на комнаты, на слова, от слов экстрагируем. Да нет. Почему? Блин, сейчас мы полиант рассматривали. Полиант было близко, да, конечно. Ну, это было суперочевидно, мы прям попались на ловушку. Попались. Угу. Ну, ничего. Сейчас вырубилось. Надеюсь, запомним. Главное, что мы минимизировали 50 на 50 у нас было. То есть тут как бы… Не, один из трех, то есть у нас версии 2 всего было, но не попали. Ну, бывает. Тут сложно. Маленькая доказательная база была, скудная. Да. Скуда умная. Очень смешно, да. Секунду. Ну, медленно. Секунду. Тихо, давай я в эту фазу тоже молча. Видишь, это получается мы их наводим, и я своими мнениями. Ну, вы сейчас так наводите, конечно. Сидите молча. Секунду чем я… Ну, только… Я все считаю. Да, только неправильно. В смысле? Не торопите, если что. Меня ты считал это вообще противоположное, наоборот. Ну, мы-то рассуждали в ту сторону. Я же говорю Филипу, это суперочевидный вариант. Мы не выиграли. Мы не выиграли. Сейчас мы реабилитируемся. Да? Смотри. Мы проиграли. Мы проиграли. Мы проиграли. Ты можешь сказать, мы выиграли. Мы выиграли. Мы выиграли. Давай, Никита. Пять подсказок ей давай. Давай, и все. Я ничего не смогу сделать. Потому что пять надо говорить. Потом чисто на рандоме, да? Да. Понимаете, мне еще хуже. У меня всего пять каждого. Мы поняли. Не может сбрасывать он. Нет. Вот что, есть? Ты тоже. Ну, просто ты тоже понимаешь, что там будут и другие комнаты. Что ты же отличаешь от этого? Я это прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю. Давай. Да можешь не прятать, сколько карты? Они все равно посчитают. Типа, одна карта моя. Переворачивай. Мне так удобно. Да, я вас там одна карта всела. Мдаааааа. Дело пахнет и все. Меня прям затягивает внутрь этой картинки. если мы не выиграем это вот его затягивает картинку неприкольно я бы в космическом сетинге с большим удовольствием поиграл типа ну такой сетинг классический уже немножко оскомину набил но это понятно это классика космос космос мне нет он же любит космос ну да он не объективен я и лавкрафта он тоже про космос в какой-то мере да не поспоришь да прям что-то даунтайм ощущает сказки свет и тишина так игрушки в тайной комнате на игрушки на тайной комнате а свет что свет далеких планет сказки тишина и свет игрушки в тайной комнате ну свет канделябр свет это же подставка под свечи до рассматривать вариант вот опять он 2 ну слушай валите под тишина что он кинул 2 тишина сказки в тишине сказки солей не стакаются сказки не стакаются с тишиной как и тишина со сказками то есть что-то из этого подкинуто призраком сказки при свете рассказывают этого канделябра вот сюда может быть но тоже видишь просто это если а тишина причем тут тогда это если детализировано смотреть на этот тишина тишина сказки при свете свечи может вот это намек на аллею свет в часовне еще может быть но там с ружьем туда места каятся с их коньян в часовне точно не тихо сказки тоже сюда не вяжутся ружье тоже как варне точно можем исключить это может быть часы в парадной нет чердака мела ничего не намекает сад патефон тишина нет тут либо это либо это что-то из этого если на чердаке тихо а свет это сказки там амела никита же пытается нам подсказать как бы комплексно если у него это получается тихо на чердаке и амела в сказках фигурирует а свет наоборот Денис подкинул на чердаке темно тогда у нас третья версия появляется насколько просто аналогично я уже что-то этот не знаю я вот за одну из этих все-таки как-то амела с чердаком не особо ну да натянута на глобус мастерская фортепиано фортепиано и тишиноточный свет сказки ну тут тоже прям очень напрашивается тайная комната игрушки то есть как бы знаешь ну чё делайте делать у нас когда и тайна комната да ну хорошо давай попробуем солей на аллее тихо канделябр это свет вот свечей а сказки это подброшены если то либо сказки рассказывают при свете свечей канделябр блин честно короче я за аллея но аллея как будто больше напрашивается да аллея это просто разнос ё-моё как алин ты прошлый раз говоришь бассейн это был бассейн ты говоришь фолиант это фолиант часовня это часовня сразу с первого же ты вот прям понимаешь что как почему подкинуть и сказки тишина и свет потому что у меня ни одной карты не очень серьезно наоборот а мне нечего подкидывать не это не орган зал часов это молятся свет свечи и люди подкинул алина говорит это часовня ты куда не часовня ты как будто уводишь каждый ход тихо тихо наоборот часовня это вот это не согласно это не храм где люди пою вот этого говорить нельзя ружье так ружья уже нету карта пройдено нету справедливости ради можно было дает я же догадалась да это значит можно было неплохо просто видишь много синонимов канделябр под свет подходит и часовне подходят и мы делаем вывод но на том игра и построена довольца делать в более чем черном но это было круто часовне да да сейчас я тоже подумал не прикольно ты-то ее сказал она тоже от нее сразу же ушла от этой версии потому что от меня тишина с ружьем не состыковалась в голове так они не обязательно состыкованы видишь мы-то стараемся сделать выбор в большую сторону типа вот у нас больше всего надо каждое слово надо отдельно соотносить и не привязывайте когда вы часов не думаете риск как вам выбирать и прослушать смотрите тут фотографии вот этих локаций здесь нет а на фотографии там приют на каждой фотографии там присутствия круто а тут очень много смежных слов между собой я сказал что я выиграю что интуиции доверять кстати еще символы на этих карточках разные заметил да я заметил но я не знаю но я влажно с чем я тоже не на правах ничего вот это логотип игры на коробке нарисованы вот эти типа вот эти символы на карте они все разные там вот игры они может быть где-то тут еще на коробке фигурирует короче надо все-таки вас никита надо глубоко копать у него не поверхностная ассоциация прикопать и он я набрать стараюсь уходить в более что-то кримитивное чтобы было проще обосновывать ну типа сильно не доколебываться так то можно ты берем ко всему чему угодно это да можно на все натянуть на все на любые по цену за поэтому вроде как бы а если человек например не знает значение какого-то слова ну типа в интернете какие-то не знаю амелу например никита не совсем тупо происходит спросил стеллаж цилиндр и все прикалываешься лучше пусть будет одна чем кучу всякой ладно давай если цилиндр не важно это всегда две цилиндр это шапка больше ну шляпа цилиндр и цилиндрической формы да вот такая ой вообще на классно очень похоже чем но стеллаж с книгами в классный цилиндр математической геометрии стеллаж может быть кроме чердака на чердаке может быть стеллаж сада аллеи мастерская может быть стеллаж с инструментами в тайной комнате может классная комната может не смотри если мы рассматриваем стеллаж да давай сразу отсечем не в саду на чердаке вряд ли для чего нужен чердак если никак вещи он бы не кинул стеллаж на чердак это типа ну слишком делал что-то более то есть смотри стеллаж мне кажется это от призрака потому что она подходит под многие поэтому надо рассматривать цилиндр фортепьяно патефон это куда пластинку вставить фортепьяно это да патефон то куда пластинку вставляешь патефон типа проигрыватель этот самый ну фортепьяно фрак там музыкант он во фраке фрак с цилиндром и садится играем во фортепьяно могут быть эти катушки короче пока что мне мастерская как бы импонирует больше всего ну с канделябром и аллее точно невозможность обязательно не стеллаж от никиты я его правда сейчас просто кинучи но окей стеллаж от никита денис подкинул цилиндр чтобы что ну вот тоже мне не вяжутся чем подкидывать цилиндр рискованный шаг то есть да стеллаж это от дениса аллея канделябра не стеллаж не цилиндр вообще никак подожди я свечки форме цилиндрическая форма тут конкретно цилиндр что цилиндр в плане типа цилиндр как фигура геометрическая так это как шляпу окей то есть а цилиндр это как шага туда в парадной на крючке висит парадный я так понимаю коридор при входе тогда цилиндр это было в парадной шляпа висит на ты позашел шляпу повесил парадный это подъезд ну в рамках дома мы же парадная и и так называют только в петербурге подъезд вообще парадная в особняке это парадная это вот при входе комнаты это где лестница наверху это парадная то есть вот главный вход он ведет сразу в парадную комнату имеется в парадный зал но в питере просто да ты заходишь в дом и там типа ну подъезд а и где лестница короче в целом парадная это вот то что тебя встречает сразу при входе в дом да мне кажется что стеллаж подкинул денис и цилиндр это никитина какая-то глубокая астральная подсказка цилиндр цилиндр это его точно классная комната это доспехи в доспехах ничего цилиндрического нет и в классе сложно только если с геометрической точки зрения натягивать но тоже очень спорно на мой взгляд блин да я и про часовню сказала что это спорно в итоге то правило что у тебя первая версия была не я пока просто отметаю мне нравится парадная если это анализировать с точки зрения шляпы мне нравится фортепиано и цилиндр вообще там во фраке типа садится этот во фраке в цилиндре это моя логика как бы если бы у меня был такой вариант я бы цилиндром намекнул если учитывать то что Никита музыкант вряд ли бы хотя он и математик сидит с покерфейсом склонность к чему больше к музыкальному типа то что ну то есть вообще так тогда фортепиано это была не была давай за парадную типа да это логично ты зашел в парадную цилиндр повесил на крючок ну это если шляпа да да на шляпу это намек в парадной точно нету стеллажа я считаю в классной парадная парадная я хочу затягивать тайная комната где твоя стеллаж цилиндр и игрушки в тайной комнате объяснил он имел ввиду просто обычный цилиндр который запишивают как геометрическая фигура он имел ввиду просто обычный цилиндр деревянный знаешь дети играют чувак ладно я молчу потом потом но у нас даже не было такой версии у нас была изначально версия то что цилиндр как геометрическая фигура логику понял прекрасно я понял такой так надо уводить но пока что 31 ну давай открывай сейчас проще будет угар видишь просто в чем проблема он подкинул стеллаж и он как будто бы мы мы вот видим что стеллаж это слово дениса и поэтому комнаты со стеллажами мы сразу отсеяли чтобы не стеллаж на самом деле к игрушкам был очень хорошо подошел стеллаж с игрушками тайной комнате могу быть стеллаж видишь а мы все типа отстранились от этой версии не рассчитываем на нее упоролись в цилиндр в смысле упороться в цилиндр и правильно было правильно видишь только логику не поняли не то что не поняли а с часов не я еще согласна остальные комнаты другие версии были более явными по нашей логике вообще было далекая ты сказал тоже цилиндр это как шляпа я такого парадная все зацепились и вообще ну это была прикольная версия это логично было как что она неправильно это было логично с точки зрения да зашел повесил цилиндр нашим на вешалку по я сижу очень кайфую они этот вариант даже не рассматриваем кайф вообще это шляпа да давайте шляпа вперед и ты шляпа куда на рандоме не попали на рандом это если погадали было бы на рандоме натыкали то вообще от балды до мой любимый партензия на рандом блин это сложно передали красиво что видишь мы такие типа цилиндр мы рассматриваем и геометрическую фигуру или как шляпу ну-ка геометрическую фигуру сложно накинуть как шляпа давай да подожди быстро я пытаюсь хоть что-то сделать типа давно вообще не быстро никогда даже не располагает к быстроте ты сидишь и думаешь не но все время на обсуждение надо ограничивать типа если прям не очень на самом деле это добавит игре остроты если с таймером играть ну тогда будут вот как раз таки интуитивные варианты то есть ты не закапываешься у тебя интуитивно это развивает именно быстрое такое мышление ассоциативное ну ты видишь каждому свое вот если будет играть 10 человек вот ты прикинь если это ну тогда точно таймер понадобится 10 человек там будет легче на что-то в сторону встать да фиг знает будет проблема тихонь вот-вот встреча рецепт чай в саду знаешь как типа чаепития в англии викторианской сад музыку слушают патефон включат сад не тут однозначно сад чаепития в саду а если встречи в саду часто там типа сад тайные встречи в саду назначали это первое что в голову пришло вдруг неправильно сад у меня картина в саду чаепития викторианская англия сад где кнопка до сад парадная куда вы торопитесь могли хоть чуть-чуть подумать чай-то моё было встречи чай парадный вы сами обсуждали говорили люди встречаются приходят вот ну когда в дом а я такой смотри он тут сидят молю джай едят встреча и такой потому что на плеваре я слез на фига я положил чтобы увезти вас на сад и чай положил не чай часы вы сама только еще что-то продуктовое у вас я бы чай никогда не соотнес с парадной короче потом это обсудим да давайте потом 4 . много обсуждаем вообще потому что хочется же волю понять на будущее что мы же в команде а мы потом можем еще и собирать если хотите я буду этим путальщикам путальщиком самая простая роль нет поверь не сам это все роли сложно я вас обыграю давай поехали давай я вас переиграю и уничтожу теперь поиграем по моим правилам мы будем сидеть пыжиться до тех пор пока не будем уверен хорошо я уже напыжился начинал не надо ты там пыжился дает до записи не алин да все это шутка ничего не пыжился вы посмотрите коробку давай только фигу можно заказать тебе передали я заказывала долю ну да он видите к чему спешка никит я тебе потом потом скажу я не могу сейчас ничего говорить нельзя будет подказка да у меня карт нет я уже знаю ты же выбрал хочешь сам посмотри мои карты но я выбрал я вот эту же выбрал я типа и ради интереса мы примем к сведению что ему тяжело было бы сделать а вы не заметили что мне по всем ходам тяжело сделать выбор я никита вообще на него не злюсь я его очень понимаю я нет я очень он просто не эмпат он вонючка поэтому у меня вылилась ну это мой раунд ребят ты понимаешь да посмотри на это и подумай о тебе доме затащи давай да не может быть шанс 20 притягивай тогда я пытаюсь притягивать я ж могу сам увести не туда понимаешь может притягивать протягивая что делать я не знаю реально сложно там жопу ну вот ты где посмотрите я позваю что за комната и это классная комната и я вижу типа что остальные поэтому это чердак так что это сад это варшава сейчас они будут делать выводы из того типа что самое сложно показать на то они будут и тыкать потому что видит она что-то сложно что-то тоже подсказка тут нет тут не проблема вычислить лишнее слово тут проблема блин понять логику мы будем тыкать наугад да не будем вытыкать наугад мы будем никита чувствовать чувствовать его вибрации его астральное тело все лица в меня и мыши точно угадаем а я бы знаю я потом скажу как бы я поступил на твой месте положил бы 0 нет она должна что-то положить не пакет пакет и разыграть пусть будет так все не важно я вот эту заранее странно что призрак не глядя его карта заранее уже положил какую-то карту я положу я положу эту карту который максимально с этим не коррелирует наоборот не доходи смотрим это все другие остальные комнаты чем ё-моё грязь книга треск трубка где может быть грязно на чердаке не может быть грязно в саду где может быть грязно в аллее на лея классная мастерской может да в классной комнаты ну как бы грязи трубка в мастерской может быть вполне у патефона есть трубка канделябр это трубка какая в жопу трубка там коробка с ручкой вставлять пластинка и ее идет вот такая труба до из нее типа идет звук трубка трубка еще может быть типа трубка курительная трубка да а я еще на секунду задумалась трубка в доспехах может доспехи какие средневековые наверное представляются есть другие современные современные доспехи роботизированные фантастика книга книгу читают в саду в саду грязно бронежилет на сверху патефон она честно трубку блин да я что трубка в саду может быть трубка для полива для автоматического треск может идти из патефона и трубка есть в патефоне и какая трубка в патефоне треск у свечей канделябра может быть на аллее читают книги на аллее может быть грязно а трубка это вообще лишняя треск свечей просто тоже понимаешь хорошая версия мне кажется грязь в саду отрезка с трубкой патефон а вот книга подкинуто потому что книга может уводить в класс на чердаке могут быть типа с книги на аллее нет это вот все книгу уводит на класс не уводит потому что вот это все вообще не коррелирует не с классными успехами вообще далеко то есть книга то что в классной книгу и в мастерской можно мы же знаем что до мастерская грязь в мастерской может быть если это там позы по дереву работа на придах фортепиано просто нет взаимосвязи между труб ну твоя версия какая моя версия пока что патефон типа самая подходящая версия это лес канделябром обоснуй потому что на аллее может быть грязно на аллее читают книги и треск от свечей канделябра хорошо это олег да блин а ты обосновал то я патефон сказал а грязь и книга сад я же обосновал у патефона есть трубка он издает треск и в саду может быть грязно а книга подброшена призраком мой вариант чердак мы отмели мастерская меня я просто не могу мастерскую мастерская что мастерская может быть грязно в мастерской может быть треск камина треск чего треск мастерской трещать может все что угодно треск камина трубка 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 садов трубы гнут в мастерской а ты думаешь что в саду книга лишняя да книга какая-то вообще непонятно с чем вяжется к это она очень натянута ну либо если если книга это на классную намек то этот как бы он же кинул еще две на мой взгляд просто трубка нет грязь в классные доспехи грязные но тоже очень притянуто треск книга не вяжется с остальным что книгу можно везде читать да но она не вяжется с остальными подсказками книга как-то грязь тоже совсем грязь это целых три варианта четыре варианта из пяти книга примерно 245 вариантов из пяти да по очереди грязь с чердаком может быть может грязь на чердаке с амелой понятно нет трубка на чердаке амела нет то есть вот эту версию ну типа книга на чердаке может весь лежать спокойно треск на чердаке ну где угодно может быть то скорее всего это не чердак с амелой блин просто слова стреск очень абстрактный до древесины треск патефона треск огня на гонны у свечей канделябра тут можно натянуть что чтобы они все тут довольно абстрактные понимаешь мне хочется выбрать аллея с канделябром и вообще не уверен в этом варианте на лес канделябра серьезно а теперь я сперва скажу давай у меня с самого начала вот смотрите свеча усталость тихо тихо свеча усталость качели дрова чертеж как мне показать и чердак парадную вот этими грязь трубка и треск вот-вот остальные вот из этого как показать чердак остальное что я добирал это карандаш лопатка блеск тайна игла мне сейчас пришел тайном их один комнату мне тайна и игла пришла после того как вы это право понимаешь вот так это работает у меня карты которые вам показывают сад мастерскую какие-то чертежи но у меня нет вот этих карт я книгу выбрал самого начала как да как мне показать это все потому что я смотрю остальные свои карты у меня монстр это чердак кости это чердак серебро старое это чердак кости не чердак может быть но в моей логе я свою логику объясняю то что ты с ней согласна я понял я такой смотрю у меня все карты кроме книги показывают на чердак я такой как как мне не важно что мне показать по что у меня все даже и даже если убрать чердак то что было прошлое тайную комнату такая чертеж давай показать бывают карты не ты едешь на моем место мы с никитой будем это просто невозможно я тут я буду зрителям показывать просто что что я добавляюсь и что ну чтобы так интерес был чтобы видели логику выбор поэтому вы поймите тут как бы не то что я вообще плохо объяснял я не знаю как вам объяснить чтобы вы не подумали что это сад дрова кину каким сад но это сад понятно чертеж на это мастерская как дробовик показать блеском чертежом и дровами я не понимаю как как вам намекнуть вы скажете это мастерская мешать это мастерская этаж чертеж потому что ну я не знаю типа как показать я пытаюсь изгаляюсь нет и красавчик я в целом твою логику понимаю прекрасно я понимаю даже доказательной базы не хватает до того чтобы я не больше карты не могу кинуть и кину больше карты еще сильнее вас уведу куда-то она рандоме но это вообще не интересно далеко ну алина молодец она много где прям интуиции как-то угадывала но потом я с ней соглашал это сложно потому что мало доказательной базы то есть интуитивно понимаешь что это может быть и так ты такой ну вот из этих лишь на и парадный слава и бассейн и выкинь я теперь вижу тут все рисуночком понятно классно реально класс ну вот можно рисунки по разглядывать плюс-минус на аллее у нас сундук закопали класс в темнице гобелен зеркало у нас в часовне зачем полароид в келье тут неважно кооперируются тебе подсказки в мастерской у нас фортепиано опять в саду тыква уже логичнее патефон в тайной комнате если выйдет этот сад камин в столовой скелет на чердаку чтобы смысле абсолю ты говорила в костей не может только что говорила кресло качалка в классе это не кости на чердаке да по твоему я имею ввиду что если бы ты так кинул я бы в первую очередь подумала что труп закопали в саду ты пять она десять ты одну можешь только класть а ты сколько хочешь я помню но в конце хода добираешь всегда две всегда две я такой думаю сейчас я в начале короче по одной две покидаю а потом я как в мажу в сад и грязь и там какую лопату как она вот сад не вышел зашибись блин ничего не перемешали карты одни и те же выходят так я показываю тебе сначала комнату которую надо загадать да она сама смотрим она типа открывает и показывает тебе эти периферическая хорошее отвернись так тогда вот так надо думайте ребят только пожалуйста никаких глаз никаких эмоций ничего я вас прошу я не видел я много закидывал поэтому эту я честно я не смотрел давай дениска будем думать сейчас мы надумаем тут без всяких серёбка фанера на париже блин ну хорошо так начали ну я не знаю как еще не начали не тогда мы просто да вы так классно начали думаю ну все хреновый блин сенсей они его мысли читают я не знаю я как в дую может я реально плохо показываю я твою логику понимал вот кроме последних это понятно но последнюю почему отрезки ну типа трещат малыш да нормально но видишь треск их увел очень сильно ну а что не увело бы они все размыты тут такие карточки тут все размыто реально тут свечу можно в пять комнат засунуть грязь можно в 5 в этом приколы игры ты выбирай не отвлекайся на их диалог да никиту защищает деньги никогда выбирать мне только давай сначала не я на потолки больше не тут все хорошо я сейчас реально какую-нибудь мертвую бабку призову поговорим потом с вами буду подсказывать все правильно делает просветление перемещение и безопасность все глаголы они тут не было просветление перемещение без обучения одного глагола перемещать а я хочу так ну смотри просветляются в келье либо в часовне еще классное классное просветление там типа получать какие-то новые знания перемещение давай так как а давай попробуем от обратного просветление можно ли в темнице просветление чем-то там просветлишься трупами саду какое просветление потрогать траву это просветление ну типа да ну буддисты так просветляются они там траву но это не это глубоко сильно вот это ковырять в безопасность давай рассказывать я должен понять как ты мыслишь и потом чтобы мы это я тоже вот так ну смотри вот так коннектируется безопасность безопасность вообще на самом деле все договорился уже умер все три вот эти подходит вот сюда а что это у нас кресло качалка кресло качалка смотри типа перемещения ты на кресло качалке через перемещаешься правда не в пространстве а вот просто вот так ну типа подходит кресло качалке уютно и безопасно сидишь авто не но и а в тайной комнате безопасно согласен а хорошо а какое тогда остальное ними нет а типа тайная комната этом как гарри поттере не карри мучера решение да то есть перемещение безопасности просветление то он кинуто это хвостка возможно может быть просто у меня почему-то еще макия безопасность пока стальной комнаты хорошо согласен далее и полароид в келете ну типа безопасно всегда типа церкви были безопасными ну считалось там укрывались люди и там просветлялись блин чушь он тогда подкинул перемещение перемещение подкидывает хорошо смотрел обычно подкидывают самое то что она держится с двумя остальными либо самое обобщенное вообще перемещение все очень странная ерунда потому что ну типа где может начаться по саду вот как раз таки я о том и говорю что если что-то прям максимально странное скорее всего это от медиума потому что он бьет точечно а тот кто подкидывает он что-то рассеянное подкидывает да тогда перемещение она вообще мало куда учатся типа по аллее по саду можно погулять все ну тайная комната это вот это то что там по карте что не двигались что вычисляли помнишь а безопасность сундук может быть а где сундук в аллее аллее перемещение или безопасность а вот а просветление он накинул чтобы керия часа просветление это обобщенное и этот классное тоже просветление это обобщение типа просто сама же точечно понимаешь пытается показывать точечно чё думаешь пробуем давай аллее сундук пробуем давай давай аллее сундук молодцы как быстро ушли от правильного ответа это часовня была а перемещение подкинул я перемещение ты подкинул вы же правильно рассуждали что просто я на секунду обратила внимание давайте на берегу часовня келья отличия часовня это церковь келья монаши монахи там сидят келья это комната монашки да монахов монахов монашек это те кто в церкви живет вот келья они живут в монастыре да монастыре да они же рассуждали просветление и безопасность потому что в церкви можно укрыть церкви я же говорю мне нравится как они ушли от правильного варианта который в самом начале назвали а самый очевидный для меня бы тоже был вот этот потому что безопасность это четко сундук и они эту версию в самом конце неправильно увидели и когда никита на ее заметил когда же они этот вариант интересного неправильно это странно это должно быть от медиума он сказал мы подумали что типа это не от тебя перемещение кинул она и мы начали за него хватать так я же говорю сколько раз вы отводились от моих правильных вариантов это сложно ты всегда одну это слово жуты кинул чтобы наберешь смотри а можно мне чуть-чуть подошли но правилах написано что она должна они у меня лежат это шутка была давай да уж на ушный я ее очень душно давай кондиционер с того не справляются одна карта это это не на я же говорю сложно ты не нашла интересно ангелы демон сидим так интересно что его доделать тишина данию и эмоции ты угораешь смотри давай полагаться на то что она по идее одной картой должна была прям точно да порой я же об этом и говорю давай рассмотрим тишина тишина в темнице есть да есть в келье есть в саду ну фиг знает да поехали тайная комната тишина полароид кресло качалка классные нет чердак тишина тишина скелет он молчит как бы да но как будто я же говорю да так ладно хорошо тишина очень намного чего подходит поехали эмоции где можно получить эмоции в темнице ну такое ну чё можно получить эмоции можно но не те которые хочется там же не сказано келья тоже мастерская да нет какие эмоции ну тогда подожди могут опять же эмоции полароид эмоции эмоции а что это фортепиано фортепиано эмоции эмоции сложно мне кажется на комнату патефон на патефон кресло качалка уменьшить эмоции эмоции аллея сундук темница мне кажется она положила именно эмоции я надеюсь что нет потому что я не пойму вообще к чему ему хотя эмоции тоже фиг мне сказать эмоции может быть очень обобщенно тишина где есть тишина в келье понимаешь но тут тогда надо выбирать самое максимальное хорошо замуж на самым подожди давай тогда вот эта тишина чтобы она совпадала и с этим и с этим но это тогда чердак если и то и то тогда чердак типа и на чердаке ну да и да там постоянно мыши скребутся ты чё какая-то тишина этот чузя домовиона гонят скрипит в темнице висит гобелен он тихий как бы ну окей ладно полароид тоже тихо фотографирует не это такое если бы он то знает понимаешь давай отталкиваться то он то знает какая комната смотри если бы она положила тишину на келью то эмоции на полароид он бы не кидал но зачем указывать на ну и ту же типа ну полароид эмоции правильно же вызывать какие-то эмоции потом фотография вызывает но какие там еще дальше мастерская поехали фортепиано эмоции мастерской нифига не тихо нет это вряд ли ну слушай если он кинул эмоции он пытается увести от того что ну условно эмоции это его да к примеру от чердака со скелетом он пытается эмоциями увести какие там эмоции увести от чердака я же говорю если это он кинул условно он же хочет увести от правильного ну да значит он уводит от этого показывает эмоции скелет на чердаке те еще и показывает эмоциями допустим патефон там это это какую-нибудь вот эту фигню а может бы и пытается увести что-то что вызывает эмоции там полароид фортепиано пытается власти допустим возможно согласно если эмоции то алинина что она пытается эмоции я не знаю вот тут вот тут и если эмоции это алинина тогда мы реально это не достигнут это юсб коннекта с алиния понимаешь это плохо тогда мы сырье эмоции это алинина то это все это проигрыш эмоции но сад тыква в саду эмоции ну я вообще насрать да патефон в тайной комнате ну эмоция то что нашла тайну комнату да нет это это точно филипп положил ну как эмоции то настолько размытое понятие вот как она говорила про скрипт понимаешь она говорила про скрипт что это настолько размытое понятие и сама кладет эмоции прошлый раунд что фил кидал а мы можем да вот они перемещение перемещением кидал да безопасность просветление перемещения да нет это тишина давай за чердак давай не будем за чердак чердак тоже про это были близки это темница и эмоции мое я решил играть от противоположностей я смотрю что много подходит под тишину много под эмоции ну и пусть выбирают как бы вряд ли они попадут и ну вот к алине карты тяжело к алине вообще никаких вам с одной карты угадывать тяжело потому что на данном этапе тяжело потому что много очень общих таких окей ничего страшного погнали это еще это еще не блин мы были близки подожди надо понять ее логику стой накинула тишину у нас есть смотри у нас был чердак темница келья самые тихие места нет я понимаю что все правильно я пытаюсь понять почему именно вот на нее на им указала что у нее не было других карту на темницу не было ничего сам так значит не были другие карты которые бы убили это хорошо возможно сейчас будет такую комната но она думать я три комнаты ждал сидел всю игру они были в конце план сейчас посмотрим но две две это уже не одна понимаешь одна это не две они смотри мои а тут есть эта комната поэтому я не скажу как бы я поступил я вот еще раз помнишь про чердак я сказал что я бы как бы я поступил на то место у тебя же не было ни одного одного вот и напомните пожалуйста я скажу то я забыл как бы ты поступил гля смотри смотрим ликует уже понимаешь он просто ну давай рождество перо и спички нам кирдык рождество перо и спички подожди ну столовая камин скаль я ищу где-то камин был вот 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 это рождество спички в столовой справляют рождество спички камин да я согласен руку типа подкинули но опять же если он подкидывал перо он на чём она не будет тогда для чего перо на что он хотел увести она никуда не подходит что-то легкая мастерской из перьев делать ловушки снов я понимаю столовая камин чердак скелет на типа перья на чердаке вот он хочет он хотел еще дак увести на фига пером да чердак пером смысле там голубиные перья валяются на каждом чердаке валяются голубиные перья на моем валяются чердаке твое классное рождество спички как у меня как будто вот эти два работают этот нет ай а прикинь если он решил если она решила рождество и перо а он такой уведу-ка я в столовую кину спички так вот поэтому это нереально вообще как это угадывать хорошо рождество и перо на рождество елку на чердаке хранят единственное что и перья туда же а он подкинул спички чтобы вести на столовую подожди камин опять же рождество чердаком вы чё рождество келья нет точно а если он накинул рождество гринч хренов поэтому спички перо жгут перья где жгут перья аллея на аллее на аллее кучу перьев может может быть там же голуби на аллее срут тебе на голову а вот и мы эти карты исключаем их тоже исключать сундук а в сундуке что правильно кэться спички ну как будто знаешь рождество блин ну не знаю праздник фотография фотографируется ну хорошо если фото келья тут причем не перо ни рождество не подходит келье если ты хоть не перо ни спички келье чё там монахи сжигают друг друга то есть это поварует рождество но это такое мне кажется рождество это он вёл мастерская ну блин так хорошо рождество со спичками работают тут тут понимаешь все зависит от того кто чё кинул понимаешь если кинул он перо то рождество спички это точно столовая а если он кинул рождество тогда перо и спички чердак на спички почему чердак спички вообще никуда не вяжутся вот куда куда вообще подходят спички вот хоть одно мне назови аллея нет сундук нет что-то по кресло качалка нет классной комнате ну хорошо поджечь учинки платье скелет нет чердак не камин камин спички это явно камин это явно камин перо тогда чем спички единственное на что показывают спички это камень а чё ты выкинула лично спички единственное это показывает на камень все больше никуда не подходит вообще никуда поэтому это либо точно бьющая в цель алинина карта я очень либо ну хотя она довольно быстро короче я застылу камень я я считаю что вот это алинина а это он подкинул она очень быстро выбрала ты согласен давай давай столово да хорошо мне спички зашли любят вы сидите обезьяннички мои почему я не нет тут мне очень хорошо зашли спички я тоже об этом не подумал обезьяннички мы рассуждаем я понимаю мы рассуждаем мы думали что это он подкинул вы такие чё там еще там монахи спичками дурную поджигают в келье ну ты у нас своя но если у нас логика мерями пишут летописи монахи в келье не просто разберемся может мы не понимаем чем монахи в келье занимаются просто они спят это спальня они там просто спят их комната они там пишут летописи Они там никакие летописи не пишут. Да пишут в келлях летописи. Ну видишь, если мы... Если мы не сошли с этими, это не значит, что мы обезьяне, мы свою логику рассказываем. Капец. Спички. Мне спички зашли здесь сильно. Из того, что есть, я и выбираю. Я понимаю, Алина, я что же так... Выбирала из того, что есть, это сложно. Но всё равно это не повод нас обезьянами обзываю. Тут подходит всё ко всему. Анриэл какой-то. Просто самое православное и церковное, что было, это Рождество. Я понимаю. А вдруг Рождество не твоё? Давай привыкаем. У неё очень сложная ассоциация. У неё сложная ассоциация. Нет, подожди, подожди. Мы это рассматривали. Да Келли, при чём здесь православный? Мы это рассматривали, но мы это отмели, чувак. Мы это отмели, но мы это рассматривали. Что мы рассматривали? Спички... Там ещё что-то было. Полароид там был. Снимки делают, я же говорил. Типа праздник, снимки делают. Это не церковная тема. Да, церковная. Не, Рождество под келью подходит, я согласен. Подходит, подходит. Но мы это отмели. Ты понимаешь, что ты ж смотри на другие комнаты. Я смотрю. Да, Рождество где празднуют все? В столовой? Этот раунд спички чётко зарешали. Потому что Рождество со спичками под столовую камин подошли идеально. Смотри, Алин, проблема в том, что у нас же есть ещё вот этот импостер. А мало ли это он кинул Рождество. А ты кинула спички и перья, и мы должны понять, куда их подвязать. Так, едем дальше. Жесть! Ты взял? Мы смотрим? Да. По бананам? По бананам? Ну, доставай. Да нет. По бананам. Тара-та-та-та. Пипец какой. А мы вот рассуждаем с ним, а чё долго. Надо сразу говорить всё. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Так, у Алины что там было? Рождество и перо. Но она пытается максимально точечно бить. Вот прям максимально точечно она бьёт. Вот прям глубоко и максимально точечно. Рождество и перо, спички, тишина и эмоции. А тишина и эмоции, что там Фила было, ты помнишь? Эмоции. Эмоции. Моя тишина была. Она при максимально точечно бьёт. Да, у тебя точно. А толку, если у нас логика не совпадает? Ты понимаешь? Да нет, она совпадает. Просто там условно... Мы даже не связали ни разу Рождество с Келли. Нет, я тебе сказал. Помнишь? Фотография. То, что люди фотографируются на празднике. Да, мы это связали. А мы такие, а перо тогда куда? Что, они там сжигать будут? Нет. И отмели. Потому что перо не связали. Перо не связали. Но Рождество связали. То есть видишь, как это работает? Мы же не знаем, какая его карта, какая её карта. Не знаем. Очень сложно. Тут условно под одну карту подходят по три локации. Так в этом и прикол игры. Я понимаю. Специально так сделано. Тут подобраны локации так. И слова. Чтобы максимально подходили. Есть прям узкие. Но она пытается прям точечно бить. Но Рождество и сюда, и туда, и туда. Перо. Очень точно. Если Рождество, вы на три локации подходите. Ну а вторую карту она ж подкинула, чтобы уточнить. Но это в её логике видишь с нашей не совпало. Ну да. Ну типа писать, летать. Ну это сложно. Я думаю, сложная у неё, наверное, будет остаться. Ну значит будем сейчас думать глубже. Будем глубже думать. Да сейчас разнесём. Господи, сидит вот этот довольный. Апельсин ценить на него. Заводной. Заводной апельсин. Сейчас мы его разведём. Всё будет нормально. Много. Много носа он оденет. Да. Значит у неё не спонтовые две. Припасы, книга. Это летопись пишут. Припасы и отопление. Чёрдак. Ну сейчас смотри опять. Припасы и отопление. Опять столовая и камень. А это, оказывается, не оно. Мастерская. Фортепиано. Вяжется с книгой, припасами и отоплением. Нет. Не с одним из них. Сад и тыква. Вяжется с книгой, припасами и отоплением. Только с припасами. Всё. Хорошо. Дальше. Тайная комната. Патефон. Книга, припасы и отопление. Нет. Ну книга ещё может быть. Тайная комната. Столовая, камин. Книга, припасы и отопление. Отопление, камин. Припасы, столовая. Да. Это столовая и есть припасы. Это прям хорошо. Опять же, мы можем столовую по-разному рассматривать, трактовать её. Что для тебя стоит? Столовая это не кладовая. Это не кладовая. Это не кладовая. Ну какие-то припасы же там есть. Ну можно притягивать. Ну можно. Условно. Хорошо. Условно в столовой припасов меньше, чем на чердаке. На чердаке от припасов вообще никто не хранит. Ну подожди, тихо, тихо. На чердаке припасы могут хранить как в подвале. Условно. Кто это делает? Там же жарко. Ну можно. Хорошо. Фиг с ним. Можно. Допустим. Скелет. Отопление книга нет. Нет. Классная. Книга. Можно я посмотрю на эту классную? Ну классно. 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 Просто класс. Школьный класс, короче. Кресло-качалка. 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 Ты сидишь на кресло-качалке. Тебе тепло от пледика. Это отопление. Ну ты кресло-качалку можешь сжечь как отопление. Не обезьянник. Да ну я серьезно. В смысле? На дрова пустить то можно? Можно. Если связывать отопление и припасы. Ты выживаешь. Я не знаю. На кресло-качалке сидеть читать книгу. Сюда только книга подходит. Аллея с сундуком. Книга припасы и отопление. Типа припасы это в сундуке охраняется. И все. Больше не стакается. И что? Аллея. Там нет отопления. И там нет книги. Нет книг. Она положила две какие-то. Какие мы не знаем. Какие-то которые... Она долго выбирала. Значит они сложные. Они максимально точечные и должны стакаться между друг другом. Мне кажется они сложные наоборот. Прям сложные притягивания. Максимально сложные и точные. Было бы у нее там припасы и отопление она положила. Она так долго не думала. Это была бы столовая и все. Она положила там книга, да ты думаешь? А если он книгу положил? Может. А почему тогда она так долго думала о припасы и отопления? Ну это только то. Если он положил книгу, припасы и отопление, ну это явно столовая. Прямо среди этого всего. Прямо явно. Там камин и припасы, которые жрут. Да понятно, понятно. Тогда почему она так долго выбирала? Значит это не ее, а что-то из этого Филиппа. Понимаешь, это прям очевидно. Хорошо. Это прям убери, клади. Что тут думать? К примеру, хорошо. А Филипп очень сильно заулыбался. Хорошо, смотри. Допустим книга... Значит у него прям четко походит. Допустим книга это ее. Ну. Да? Самая максимально точная, связанная с книгой. Классная. Классная. А тогда из этого что еще? Максимально. Припасы Филиппа. Я так кричу. У нее книга отопления. Он такой, ага, отопление, камин. Я кину туда припасы, это будет столовая. Они назовут столовую. У нее книга отопления. Искать нужно что-то, что книга отопления, но не столовая. Ну как бы я так считаю. Не, ну они там... Я понимаю. Ну блин. Ты не смотри на них. Их эмоции могут тебе что-то выводить. Не надо. Не смотри на них. Пусть они там где вы что хотят. Припасы. Делаем что хотим. Давай я делаю что хочу. Та-та-та-та. И ну ты зачем? Сад у нас что за сад? Просто сад. Ты думаешь, картинка тебе поможет что-ли? Нет, я пытаюсь абстрагировать. Он еще там подсказывает. Мастерская отопления. Или он положил отопление. У нее например книга припасы. А он кидает отопление и хочет нас на столовую вывести. Книга припасы допустим. А с чем мы можем связать книгу и припасы? Почитать в саду, а тыква припасы. В саду любят читать люди. Ты часто читаешь в саду? У меня нет сада. Давай начнем с этого. Был бы сад, я б читал. Не вздыхай блин. Да не смотри на эти символы. Не смотри почему. Угадываем. Угадываем. Когда ты знаешь, то не угадываем. Мне весело. Весело? А там я подкинул. Как мне повезло. Постоянно мы на Фила наткаемся. Сейчас опять скажем, камин в столовую. Он скажет, что это я отопление подкину. Ну, тут все три идут в столовую. Все три от меня. Все три от него, да. Ну, значит, он утверждает столовую. Подожди, я в карман карты сунула себе. Если все три идут в столовую, значит, Фил еще и помогает нам. Да. Фил накидывает нас на столовую. Это не столовая. Какая классная. Какая классная? А где тут отопление? Я за сад. Ты за сад? Я за сад. А ты? Ты за сад? Или ты за сад? А я за классную. А ты за классную? Итоговая какая-то будет? Резюмируем. Что мы выбираем? Давай классную. Давай, мне нравится. Типа, книга в классной и отопление кресло-качалки сидишь. Грешься. Да. У меня другая логика, конечно. Ну твою логику расскажи. Я ж говорил сжигать нахрен в топку. А, ты в этом плане? Если качалку сжечь, она дорогая. Может что-нибудь подует подешевле. Ну ладно. Так что, за что? Классную? Ну я за классную. Давай классную. Ошибемся, следующая будет твоя версия. Давай классную. Ну, правильная версия у вас, конечно, прозвучала. Это был чердак. Отопление было мое. Да я ж сказал его отопление. И как? Давай, смотри. Я уводил сюда. Ты у скелетика поэтому? Четко. Я ничего не буду говорить. Я в конце просто карты свои с руки покажу. Я понимаю. У меня такая же была ситуация. У меня просто не было карт. Окей. Ну я скелетика увидел вот этого. Подумал. То есть о символе вообще никак не вяжется. Тут у нас слова надо было. Так, беру. Я понимаю. Ну блин. Ну как? Взяла? Как? Взяла? Как? Так, ну все. У вас последний промо. Не очкую. Там уже таймер заканчивается. Сейчас, короче, флешку верхнюю поменяю. Нечего просто класть 0 карт. Не, он на 1 отложил. Тут вот реально, чтобы плюс-минус... Дай правило, тут никак нельзя пересдавать карты. Тут плюс-минус, чтобы помогать, надо, не знаю, по 3-4 карты класть. Иначе, ну... I don't know. Нет, нельзя. Да, да. Ну типа у тебя 10 карт, это много. Но они такие прям... Одну, да? Ха-ха-ха! Погнали, ва-банк! Ну как будто бы мы нащупываем логику Алины. И вот мы ее держим, но мы не понимаем, какая карта Фила. Понимаешь, мы не понимаем, какая карта Фила, какая твоя. Мы вот держим твою версию, а вдруг это Фил подсунут? Он-то нужной карты не кладет. Не, ну понятное дело. Лестница-смесь. Смесь. Смотри, выбираем карту, которая наименьшее количество этих дает. Да. Это значит Алинина. Да. Лестница может быть где? В Али. На Али. На Али. Али может быть лестница. Тайная комната, лестница. Ну, в теории. Хотя Филипп говорил, вот пока предыдущие играли, типа, ну в тайную комнату ведет не лестница. Ну типа... Лестницы, блин, тут! Да, это нарисованно ты можешь. Она с лестницами. Я же говорю, можно их посмотреть, чтобы плюс-минус помогать. Смесь. В смеси. В столовой. В смеси. В смеси. В мастерской. В смеси. 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 Кроме сада, в саду какие лестницы? А, на маленькие лестницы, где ты на дерево залазишь? Да ну фигня это, нет, зачем? Смесь как будто к саду вяжется. Тут сейчас пальцем вяжем, я не знаю, у меня... Ну, мы говорили, что в этот раз будет твой вариант, но я за сад как будто. Я за столовую. За столовую? Да. Ну это твой, да. В этот раз мы твой вариант выбираем. Ну будет твой, я буду спорить. Прикончательный. Столовая. Открывай. Поздравляю! Наконец-то вы проиграли. Тайная комната. Это японский бог. Вон, видишь, он же видит вот эту вот лестницу. Нет, подожди, лестница твоя была? Моя. А моя смесь. А теперь смотрим. Да блин! А у меня был телескоп, вот к этому ей вообще подходило бы. Горшок. Да. Шланг. Утка. Угу. Угу. Фарфор. Рецепт. Падла. Полная рукокарт на столовую. Свеча. Беготня. Бюст. Плед. Ничего не подошло. Теперь ты меня понимаешь, да? Вот как объяснять? С невозможностью сбрасывать карты, это просто... Как объяснять? Ты играешь на двух новых картах. Да. С расчетом на то, что у меня была игла, окей, у меня была игла на руке, я такая, так, будет тайная комната, там будет, допустим, игла, типа игла патефона и какая-то еще картинка. Все, до свидания. Нет, нет вариантов. И при том, ну вот она лестница, типа есть лестница. Ну опять же, лестница, 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 ну чердак, лестница и что там, аллея, много лестниц. Да. Да. Ну а другой вообще не подходит. Ну что, вот из этого должно было указывать хоть на вот... Ну наш шанс был один к четырем, типа условно. Короче, медиумы негодуют, мне понравилось играть из-за призрака, из-за сыщиков, интересно рассуждать над логикой, интересно подбрасывать карту, которая подходит под то, что тебе передал медиум, ну и следить потом за логикой игроков, это интересно. Я прекрасно понимаю негодование медиумов от того, что им карты не приходят, потому что я сижу, у меня реально карты под них. Я такой, вот это сейчас алини бы телескоп. У тебя тоже под три мои карты, да. Ой, телескоп, сижу и прям ликую. У него тоже под было, да. Вот, но это минус игры, естественно, потому что тебе приходится играть с картами, которые вообще ни под что не подходят и надеяться на то, что твоя какие-то там отдаленные намеки совпадут с логикой сыщиков. Не знаю. Ну, в принципе, годная игра, но надо еще вот как-то хом рулить в плане замены карт. Вот как бы мое такое оригинальное. Да, типа один раз за партию можно. Да. Ну, это типа, компоненты для этого дополнительные не нужны. Можно, типа, позволить там, типа, один раз, типа, как обилку. Использовал, заменил там все карты на руке. Ничего не изменит. Что Саша оранжерея. Ничего не изменит. Короче, нужен хоум рул на обновление карт в руке однозначно. Вот, как по мне. Компоненты позволяют это сделать, так что. Ничего не поменялось. А так игра классная. Мне понравилась игра за сыщиков, за убийцу. Ну, я бы хотел еще раз сыграть за медиума. Ну, я думаю, сыграл потом уже, где-нибудь на кэнпе. Игра понравилась. Я люблю игры на ассоциации. Мне нравились. Да. То есть там... Мои ассоциации со многими там не совпадают. Я сам понимаю, что они иногда странные. Но, как бы, я стараюсь. Не знаю. Мне нравятся игры на ассоциации. Я уже много раз говорил. Ко мне... Любовь к ним, наверное, появила. У меня Анна Детектив. Игра. Офигенная игра. До сих пор моя самая любимая. Она же Мистериум. Она же Мистериум, да. Короче... Не знаю. Мне очень понравилось. Я бы еще раз сыграл. Я очень хочу попробовать за Мидиумом. Насколько это сложно. Потому что, ну, как бы, одно дело со стороны. Понимаешь, что это сложно. А я хочу сам попробовать. Типа, вот, было бы интересно. Короче, вот такие вот мои... Пироги. Да, пироги. Ну, эти грустные. Ну, я не знаю, ребят. Мы грустные. Что-то... Не, ну, подожди. Я не кайфанул от игры. Как будто бы есть какой-то перекос в сторону призрака. Как будто. И... Садясь играть за Мидиума, понимая, что, ну, я сейчас буду жестко всирать. Вообще удовольствие не приносит. Поначалу мне казалось, типа, ну, у меня так много карт. Аж десять. Я сейчас как начну показывать. А ты смотришь на эти десять карт, а тебе хотя бы одну подвязать. Одну подвязать! Это я не знаю. И реально призраку достаточно одну карту вкинуть, и это просто ломает тебе все. Потому что надо больше двух кинуть. Потому что ты тогда сам сломаешь свою логику. Но что ты кинешь? Ты кинешь грязь, книгу и, там, спичку. Условно. И лестницу. По поводу чердака. Да, говори, да. Типа, я бы, знаешь, как поступил? Я бы скинул карт шесть. Угу. Типа, короче, много хлама на чердаке. А чем бы ты потом играл? Так это была одна из последних карт. А, ну, если бы последних. Ну, и ты бы выиграл, допустим, угадали бы чердак. Прикинь, как мы бы начали думать такие. Подожди. Угадали бы чердак. И там было четыре проигрыша и две победы. И как бы ты дальше играл? Ну, две карты все равно возьмешь. С двумя картами. А ну ты-то смотришь, у тебя эти карты вообще не падают, что они подходят. Ну, короче, да. Ну понятно, но ва-банк, ва-банк, ва-банк. Я понял, что ты вешаешь. Ну, короче, очень странное ощущение от игры. Как будто бы другие игры в подобном жанре играются интереснее, чем это. Не знаю. Да и сложность очень условная. Она не меняет ничего. Вот это. Ничего. Наверное, нам больше подходят карты под эти. Хотя... Оранжерея и сад. В чем разница? Оранжерея- это только уростни. Оранжерея это крытые, это誰 Familien orenge. Ок. Покажи мне с этих 10 карт оранжерею и сад. Оранжерея это только растение. Оранжерея покрыта, она со стеклом и так далее. Оранжерея сад. Хорошо. Ну вот просто. Олея, что противоположная даме. А за пред par... Я вот задний двор. Оранжерея. Зашибись. Тут это ничего не меняет. Реально ничего не меняет. Я пытаюсь проанализировать, но здесь уровень абстракта у слов подобран просто космический вопрос. Вообще вот, при том, что поставлю я задний двор или аллею, у меня за все вот это время единственное, что пришло бы аналогичное. Бюст, горшок, шланг. Вот я вам выложу три слова. Вы разберете, что из этого сада аллея, что оранжерея, что задний двор? Нет. Это сделано, знаешь, для чего разделение? Чтобы они у тебя в одной катке не вышли. Сад и оранжерея. То есть это чуть плюс-минус разные по смыслу. И чтобы у тебя в одной катке не было сада и оранжерея, поэтому они на двух сторонах. Возможно. И они сами собой. Между собой, чтобы не было этих, ну, похожих терминов. Понимаешь? Понимаю. Я не знаю, когда тебе... Ну, самое вот явное, я считаю, что здесь проблема вообще далеко не в логиках, а в том, что у слов очень огромный разброс значений. Как мы обсуждали, треск, это может быть древесный треск, треск свечи, треск полов. И ты не потому, что ты не понимаешь логику, у тебя лежат две карты, ты мало того, что тебе удачно подбрасывают, так еще и ко всему прочему, ты даже трактовать цилиндр, цилиндр шляпы, геометрическая фигура. И ты даже элементарно не можешь понять слово, что значит, уже не говоря о том, чтобы какую-то логику проследить. И здесь уровень разброса смысловой нагрузки на слово настолько огромный, что ты просто что... И если сравнивать, вот, например, с письмами призрака, с теми же самыми, там вот эту вот беду на руке регулирует возможность сброса какого-то количества карт, добора какого-то количества карт, да, тебе на рандоме тоже может не повезти, но ты, по крайней мере, не сидишь с одними и теми же картами. То есть понятно, что... Мы сейчас сломали? Не-не-не. Понятно, что у тебя 10 карт, не зашла она сейчас, зайдет когда-нибудь потом. Но вот я сижу, у меня полная рука карт на столовую, столовая так и не вышла в этом раунде. Я об этом и говорю, да. У меня тогда сад не выходил. Возможно, вот так вот оно и рассчитано, что, типа, у тебя 10 карт, ты их не сбрасываешь, она тебе когда-то потом пригодится, но тут комнат больше, выходят они не все, и получается так, что ты просто сидишь, засираешь себе руку и играешь на двух вот этих новых картах. Или с надеждой на то, что тут есть что-то такое, ну, я клянусь. Две карты – это уже сверхсила, надо приложить какие-то турбоусилия, при том, что ты пытаешься, вроде бы, кажется, какие-то очевидные, ты подсказки даешь. У человека другая логика, он начинает нервничать, у вас вообще полное невзаимопонимание и вообще теряется. Тут ты подсказал очень примитивно, за это зацепились, так, она примитивно, ну, грубо, она, типа, примитивно подсказывает, в следующий раз будем примитивно рассуждать. Пришли карты на более какую-то глубокую, прости, пожалуйста, подсказку, вы думаете примитивно, в глубину вообще не уходите. Или вот эта система, что, типа, вот если подсказки подходят, вот в нашем случае, чердак, столовая закрыли, это чердак, нет, не чердак, ладно, дальше поехали, опять карты выходят, так это опять чердак, нет, не чердак, дальше поехали, чердак закрыли, о, столовая, и все вот эти разы натягиваются. Ну, я не знаю, типа, в чем, но здесь, я даже не знаю, честно сказать, чем это скорректировать, но на мой взгляд здесь какой-то лютый перекос, и даже непонятно в какую сторону, потому что тут-то три стороны. Две. И одинаково сложно. Медиум, ну, я имею в виду, что сыщики, медиум разный геймплей, то есть одному надо придумать, понять подсказку, второму ее надо считать, третьему помешать. Если вы считаете, что играть за медиума слишком легко, попробуйте в следующий раз сами. Ну, мы тупо играть, понятно, ладно, не знаю, даже честно, что сказать. Не совсем согласен по поводу разным понятий карт, а если бы у тебя были чисто узко специфированные карты, у вас и так не есть чего выбрать, а если они еще каждый узко специфированные, вы вообще ничего не выберете. Так ты хотя бы одну карточку можешь привязать либо в эту логику, в это, поэтому это не минус, а наоборот плюс игры. Смотри. Да абстракция такая же, как и в других играх на ассоциации, на самом деле. Ну, там можно просто с этим что-то делать. Вот правильно Алина сказала, ты можешь скинуть ненужные карты и, допустим, добрать условно. Это можно захомрулить, это нужно хомрулить. Это нужно, вот об этом речи идет. Или, например, менять порядок карты, то есть сначала мне призрак карту дает, а я потом под его карту пытаюсь. О, ну, нет. Вот это было бы хитро, конечно. Просто нет, тут достаточно того, чтобы просто менять карты на руки. Не, ну, как бы пробовать, экспериментировать никто никому не запрещает. Нет, менять карту на руки. Ну, вот в таком виде игра, я... Ты не можешь с этим ничего делать. Ну, не знаю, вообще никаких впечатлений не пришлось. Кажется очень интересно. Она выглядит круто, красиво, ну, то есть она мрачная, атмосферная. Она выглядит впечатляюще, компактненькая, вроде бы как быстрая. И ты ждешь от нее чего-то. Вроде бы, да, какие-то есть призрачные сходства с письмами призрака, но тут же другая концепция, другая механика. И вроде бы и фишки другие. Но вот это вот, когда ты сидишь, и ты, блин, пытаешься, мало того, что сконнектиться, еще на руках карты не хватает, и ты сидишь просто, ладно, у тебя там эти карты на руке, ты ждешь, когда выйдет та комната, та комната не выходит, и вы просто долбитесь, ну, пытаетесь, грубо говоря, одну и ту же комнату всю игру показать, в то время как призрак просто валит. Ну, реально, в моменте я бы там, в карте 6-7 я бы скинул. Говорим уже 10 раз одно и то же. Да, надо разрешить пересдавать карты. Ну, все, давайте заканчивайте. Это всем все правится. Мы типа по 10 раз вот это вот одно и то же обмусоливаем. Ну, в смысле правится? Ну, я как умру, просто не люблю. Почему, ну, не задуманно, так ладно, все, хорошо. Потому что игра зависит от выхода карт. Да, об этом было уже сказано 10 раз. Ну, фигня получается тогда. Ну, кому-ка... А когда тебе карты зайдут, как мне, например, играя за призрака, ты кайфанешь. Да. А другая партия, тебе придется играть сложно другими картами. Хорошо, тогда надо еще другую играть, потому что у меня... Вот при медиуму зашло, а этому не зашло. Чтобы, еще раз, смотри, чтобы нивелировать вот этот вот, не заход карт, позволительно, то есть один раз сделать пересдачу за партию. Да. Все. Об этом речь идет. Это правится элементарно, вот так. Типа высасывать там, типа сидеть 15 минут, вот про это ныть, но и не очень. Про то, что не заходит, допустим, заходит этому... Не зашли тебе карты, пересдай. Это компенсирует твою, как бы, ну... Не зайти призраку, мне кажется, что призраку не может не зайти. Может. По таким ощущениям, как будто там любую карту кинет и сломаешься. Может, поверь. Ты не играл в Бразилии. У меня были карты, у меня были карты, там, пяток, вот смотри, я сижу, у меня 4, там, практически карты, которые подходят вот прям 100% под эту версию. Да. И мне нельзя их класть. Вот моя последняя с чердаком. У меня тоже все карты, кроме одной, подходят по чердаку. Короче, тогда надо еще играть, но тут ничего не сказать, потому что выглядит так. Ну ладно, хорошо, сыграй. Все, друзья, вы все слышали. Спасибо вам большое за просмотр. Поддерживайте нас лайком, комментарием, пишите свое мнение по поводу игры, что вам удалось угадать, что нет. Мы все комментарии читаем. Еще раз всем большое спасибо и до встречи. Пока. Пока, ребят. Пока. Продолжение следует...